Капитальный ремонт жилья, казание медицинских послуг и развитие кабельного телебачения у сельской мясцовости. Старшиня Гомельского облвыконкама Геннадь Соловей провел сегодня в Житковицком районе про мою телефонную линию и прием грамадян. Об охученных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. В 2017 году в Житковицах прошли областные дожинки. До этой подеи были промеркованы масштабные работы, увы, ни куяких город, по словам мясового насельства, стал саправды утульным. Разом с тым, это не значит, что все проблемы оказались вырешенными. И хоть глобальными их назвать нельга, для конкретных людей они з'являются життёво важными. Жахар в улице Рабочий скарзится на недобрую парадкованность территории, по которой навыц складано проехать на автомобиле. И не задавальняючу организацию работы по сбору сметься. Контейнеров для бытовых отходов тут не бачили николи. Ситуация для нас понятна. Дело в том, что мы на следующий год будем закладывать бюджет каждого района, чтобы они могли, дворовые, проводить соответствие. Вот все ваши улицы, дворовые. Это будут, конечно, небольшие деньги, но, по крайней мере, на виду. Хотя касается настоящей ситуации, поручение обществу исполкома будет привести в соответствие. Если разобраться с мусором, это, конечно, как-то непонятно, если вы в одно определенное время выносите и забираете совсем другое. Подумаем, как это упорядочить сбор мусора. Поэтому по упорядочению тоже писатель сполкома. Срок недели. Еще по одном адресе старшиня был в Иконкам, а после завершения приема выехал особисто. У доме номер 7 по улице Перамоги капитальный ремонт, одна из гомельских организаций, офицейно завершила еще несколько месяцев у тому. Але на справе все оказалось не так добро, як на паперы. Недопросовок столький, что жухары были вымушены звернуться до керавника региона. Тем более, что сами будовники выправлять их не спешаются. Геннадь Соловей переконаны. Тут нема неких значных проблем. Дорушение ликвидовать недохопы у ближайшие дни. Да, люди жаловались. Было направлено письмо. Обещали не устранить до конца третьего квартала. Но в связи с большими объемами работы и вводом объектов по 9 месяцам было договорено с ними до конца этого месяца все недостатки устранить. В противном случае будем устранять сами и потом затраты все возмещать через суд. Сирот выказанных просьбов жухару Житковецкого района, ремонт сельской дороги, выделение земли для ведения фермерской господарки, подключение до кабельного телебачения у отдаленных везках. Хоть не все звороты тычилися в решении неких проблем. Жихары агроградка Рышоу выказали подяку мясцовым органам Улады за допомогу в подавнистве моста прозреку Ствігу. Объект нестратегичный, але для вязковцев мая великое значение. Увогуле неколи мост тут был, але с часом просто развалився. А на другим березе раке вязковцы и ягоды збираюць, и дровы нарыхтовуюць. А праша тагоу вынеку пожару в лесной массиве, мост дазволить выратавалекам трапить на мясце больше оперативно. Машины объезжали вокруг, у нас там соседняя деревня Бережцы, и там мост такой бетонный. И туда, ну это километров 14 или 15, делали объезд под дрова в основном. А кто хотел добираться по ягоды, тут лодки. Лодками перемешались, лодками на ту сторону переезжали, а потом обратно переезжали лодкой. Вязковцы кажут, что для них это было бы удавництво 100 годзе. И они навыц собрали полову необходной суммы. Непасрэдно узведением моста займалися белорусские военные при допамузе мясового лесгаса и предпримальников. Новый мост, який стал саправды народным, открыленный минулым тынне. И еще одно пытание, якое прагучало по час приему жидкаучан – просолы ткаванне. Старшиня был ваканкам и перекананы. Дастойные умовы для комфортного життя необходно створать непасрэдно по месту жихарства людей. Тут шмат залежать от мясового керавництва и инициативы самого насельництва. Але и в Жидковицком районе сегодня можно знайсти становочие приклады. У вас есть пример сегодня даже у частного предприятия, да, в Шуруба. Зарплата более тысячи рублей. Но там работать надо. Конечно. Второй вопрос. У нас есть предприятие, которое возьмем хозяйство. Вот мы сейчас в Жидковичах строим ферму. В Дьяковичах. Здесь возьмем белье тот самый. А почему? Разве почему один может хорошо, эффективно работать по-хозяйски? Конечно, зарплата зависит. И вы знаете, сегодня в колхозах можно зарабатывать деньги. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо, компания «Гомель», Жидковицкий район.